В преддверии Дня Победы делегация Вилюйского района посетила братскую могилу, расположенную в селе Петрово Ярцевовского района. Там они почтили память о своем земляке, прославленном снайпере Дмитрие Гуляеве. Он был одним из первых снайперов дивизии, свою находчивость и смекалку. Он целиком посвятил делу уничтожения фашистских оккупантов. Ежедневно он увеличивал личный счет уничтоженных немецких солдат и офицеров. Подробности далее. Дорогие друзья, мы сегодня находимся здесь, на этом братском захоронении в деревне Петрово. Здесь похоронено 5 655 человек. Великая Отечественная война стала самым трагичным событием минувшего столетия. Тысячи воинов-якутян героически сражались рядом с другими представителями братских народов нашей страны. С первых дней войны из Вилюйского района было мобилизовано 1988 человек. Из них 1029 не вернулись. Здесь, в Ярцевском районе, всего находится 8 братских могил, где в общей сложности захоронено 20 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Среди них захоронен и наш прославленный земляк-снайпер Дмитрий Гуляев. Мы преодолели очень много тысяч километров, чтобы специально приехать сюда, отдать дань уважения нашим защитникам Родины, нашему земляку Дмитрию Алексеевичу Гуляеву. По камесь мы есть, по камесь бьются наши сердца. Мы ухаживали, ухаживаем и будем ухаживать за такими памятными местами, где захоронены наши предки. Дмитрий Гуляев – один из зачинателей снайперского движения якутов на Западном фронте. Награжден орденом Боевого Красного Знамени, медалью за боевые заслуги. Ему вручили знак «Отличный снайпер». К большому сожалению, ему не было присвоено звание Героя Советского Союза. Но величане делают очень многое, чтобы увековечить имя славного сына Якутии. По завершению митинга делегации из Вилюйского луса совместно с представителями администрации Ярцевского района высадили липы и березы на воинском захоронении в деревне Петрово. Около 70 молодых деревьев украсили собой святое место. А величане, в свою очередь, пообещали, что позже еще не раз навестят погибшего земляка и посмотрят, прижились ли саженцы. Анна Васильева, НВК «Саха», Вилюйск.